Так, я снова с вами. Мы едем за сэром Хаммерлоком, долго-долго и мучительно, чтобы получить от него все инструкции и найти убийц, посланных Спарке Флинтом. Мы выполняем задание жертвы, искателей, хранилища, перезаряжаемся и ждём. Так, сундучки, это хорошо. Вопрос, конечно, как мне про текстиколья. Это неважно, всё равно шмот тут до максимум фиолетовый, ничего с этим не поделаешь. Да-да, ну что. Так, тут точно ничего нет, точно ничего нет, точно ничего нет. Жаль. Ничего нет, в принципе, пока что мне ничего особо и не надо. Ну что, у меня есть такие мысли по поводу следующих частей Borderlands. Я их уже высказывал в предыдущих выпусках, но не каждый человек их видел, слушал и так далее. Так что насчёт жертвы, искателей, хранилища, у меня есть своя гипотеза. Как известно, ну, всё, уже проходили дополнение, наверное. А кто не знает, тому скажу. Все жертвы, искатели, хранилища будут убиты. Неизвестно кем. Учитывая то, что их шесть, я ещё, придумывая антагониста для новой серии, Назав его Акира Накаяма... Эй-эй-эй-эй-эй, куда он опускается, ладно, неважно. Назав его Акира Накаяма, придумал ему целый отряд, Теневая Шестёрка. Что касается самого Накаямы, то он, брат нашего профессора Накаямы. Но, в отличие от этого жилистого, слегка туповатого профессора, он достиг куда больших успехов за счёт того, что он был движим местью. Местью за то, что его семью убили киллер Гипериона. Его старшего брата помиловали, так как он специально тогда не пришёл на тот ужин, который закончился кровавой баней. За это Акира будет ненавидеть его всю оставшуюся жизнь. Хотя, кто знает, вдруг у Акиры ещё долгая полноценная жизнь. Чего не скажешь и его старшим брате, которого я назвал Укихиро. Вполне обычное японское имя, кстати. В общем, Акира очень долго у нашего плана, хорошо учился. И судьба его закинула в корпорацию Дай, где он стал лучшим агентом. У него образовался свой отряд, Теневая Шестёрка. Что касается истории самого Акира Накаямы, я тут опущу некоторые события. Но скажу так, что даже без его участия Теневая Шестёрка действует до сих пор. И вполне возможно, что именно она убила всех жертв Искателей Хранилища. Так, ну мы сейчас будем осматривать Павильон Привилегий, чтобы понять, где же находится первая жертва. Так, тут её нету. Да, обозначение, конечно, пригениальное. Нам показывают, что теоретически мы должны искать здесь. Но я готов поспорить, что... Да, нам нужно выйти аж за предел. Линии. Интересное кино. Ну что, без времени? Побежали! Кстати, Денитр вроде бы примитивен, но голографический интерфейс для дилетанта слишком просто. Значит, ай, ёлки-палки, что это за существо такое? Типа недокромеракс. Так, разберёмся уже с теми крабиками. Ах, и впрыгучесть меня уже начинает потихонечку писить. Ну вообще, игра за Майю очень даже мне нравится. Не нужно быстро переключаться между оружиями. Захватил и шлакуюся на здоровье. Да, перезарядка может быть слегка затянутая, но... Это лучше, чем ничего. Думаю, следующее какое-нибудь дополнение, допустим, кровавую свадьбу. Пройти за Крига. Снова посмотреть, как будет работать его мили. Прокачка на высом сверхуровне. Так. Видим два куска мяса. Ага. Зарвали бомбой. Ну, значит, среди шестёрочеков есть как минимум один подрывник. Да, ещё пятеро. Точнее, ещё пять трупов. Спарки, когда ты говорил, что будешь нас убивать, ты не говорил, что мы должны будем... быть патологоанатомами. Интересно, как Хаммерлок пошептал с аборигенами? Они же его захватывали в плен. Относили к Храмераксу. Они теперь должны его вырезать и сами приносить себе в жертву. А потом съесть в виде рагу, как ацтеки. У ацтеки, кстати, практиковалось ритуальное людоедство. И порой это было настолько обычным явлением, что человек вполне входил в рацион самого уважаемого себя ацтека. Кстати, да, ацтеки построили свой самый большой город Тен-О-Чтит-Лан, то есть место колючей груши. Они из 30-тысячного населения на радость их жертв вынесли все 20 тысяч. Романтика. Так, и сейчас мы попытаемся... Да, Марси Коловой. Дядя Горилл точно тебя помнит? Да, 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 да. Конечно. Так, я должен... Открываем... А, ёлки-палки. Явно... Тут есть кто-то, кто разбирается в ловушках. Значит, один механик у шестёрки точно есть. Так, ну что, попытаемся добить этого колдуна. Надеюсь, из него вылетает маска. Или не вылетает. В том числе, нам нужно его убить. Да, пиявка, захват, Гарольд, вызов обществу. В общем, джентльменский набор. Но выносить им долго. Но это единственный эффективный набор в этом случае. Так. Поднимаемся. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Захват, конечно, не особо эффективен против колдуна, но хотя бы позволяет сдержать его на какое-то мгновение прервать любую его атаку или любое действие. Допустим, хилинг. То, что меня дико бесит в этих дисбалансных товарищах. Итак, да, не особо подходит. Давай, давай, еще чуть-чуть ты можешь, маечка моя, любимая, хорошая. отлично еще еще какой-то червяк об поят я катаюсь на червяка какая романтика ай червяк стой стоны вести а спасибо червяк спасибо багам за то что сделали мне живым все давай на смазка с него не выпало про искать масочку ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля на 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 так этот чувак считает очень определить не понял я даже не зацепил но но чувствую мы с ним еще встретимся живучи он на шамане ли с ним шаманы так теневая шестерка хочу видеть следующую жертву и по ней определить точно кто же участие в теневой шестерки нас чем он специализируется вот это живучее создание лично и же захилена и давай как быстро и где же твоего могущества безбашенный дикарь так берем эридий нам очень пригодится ну можно взять ай-яй-яй сюда хотел ударить давайте посмотрим да коррозина телепортная лягушка против гиперия наверно подойдет морского лягушка 1 будет меньше так бум шоколака али и по так кто нам еще пытается мешать опа четверенька нытый наш я помню первой части в дополнение зомби айленд были такие психи зомби которых если доведешь до состояния предсмертного они начнут беситься и бежать примите на лицо сейчас это было мрачновато сейчас это уже виде индейцы не так интересно факт остается фактом первая часть была как ни странно атмосфер не может быть не был лучше саундтрек может быть он давил немного не найти чувства фибры а до сих пор помню тему фаерстоуна такая безнадежность сиди себе и слушаешь слегка поигрывает гитара где-то поигрывает барабаны все такое природное естественное во второй части санта куда более индустрия индустриален более стремителен мы куда-то спешим а куда точно не всегда можем объяснить так ползем наконец-то к класть большую маску на большой алтарь и заодно узнаем как же погиб горилл холлоуэй конечно марси холлоуэй была с очень тупой блондинкой но чувство родственника я понимаю это месть так кладем маску и смотрим да летел хорошо небесный воин честно у меня есть небольшое предположение что один из участников теневой шестерки крайне мощный чувак если бы он смог скинуть человека с небольшой высоты да так чтобы тот умер не сразу же тут явно точно рассчитана сила возможно среди тени веков все таки есть один очень большой бугай который ходит только с пулеметом и постоянно молчит а когда он злится он начинает крутить свои шестистволки для убедительности так супер идем на курорт траг бах только не отдыхать и искать еще одних жертв нашей милости или не милости так ля ля на снова пойдем по сказочно красивому туннелю соберем боеприпасы которые нам нужны под завязку я больше чем ты сейчас небось опять будет какой-то гигантский крабик поэтому и знал пасемся боеприпасами и понеслась поехала побежала мая ты наша хорошая то-то помара вам помпом барабам помпо являйся махина большая али а вызов общество лучше эффективнее чем твои клешняры а вот эти красавцы могут стоп туземцы выскочили из кустов или из водной глади ладно неважно некоторые нелогичности игре приходится либо прощать либо закрывать на ней глаза у станции новые вы не исключение но тем не менее новые вы являются самым большим кладезем нелогичности самой большой нелогичностью гиперон мог бы восстановить кучу своих важных людей в том числе и красавчика джека но красавчик джек не смог оживиться поэтому у меня есть небольшое предположение что все начало с того что вильгельм да именно вильгельм он что-то узнал еще не узнал а решил поиграть свою игру он хотел загрузить вирус в станцию новый вы но джек об этом узнал и как мы узнаем из эхозаписи вырезанных кстати можно найти на ютубе что он отравил вильгельма это наверно подразумевается какой-то там тоже сбой подобный но благодаря этому сбою вирус был готов даже больше чем надо и когда искатели хранилища убили вильгельма не забрали этот модуль который потом повесили в убежище убежище у них уничтожила себе щит и дальше вы некоторые события помните почему я клоню этот вирус был кем-то обнаружен скажем бы макси и роланда и макси зак предложила роланду такой план точнее роланд больше участвовал в этом плане чем макси роланд жертвует своим бессмертием чтобы каким-то образом не знаю точно каким повлиять на красавчика джека и вирусом отключить его систему новый вы это это объясняет почему роланда так легко было убить и почему мы убили красавчика джека без его последующего оживления в общем такая у меня гипотеза это не значит что и нужно свято верить и тому подобное но я предложил а вы думаете так продолжаем наш да да мордос офис стивенс офис да да опять сектанты и так далее и тому подобное ну что мы люблю платформер особенно когда надо прыгать по мелким текстуркам ну что так те попытаемся понять так соберем боеприпасы и пытаемся пойти туда забраться да у меня заканчиваются деньги я даже не мог себе лечилку купить сама сойти хорошо что у меня есть кровь серафимов полезная штука то так нельзя значит на тут балкон надо как-то забраться как же так главное не засыпать в турбину не знаю выживу ли если попаду так берем боеприпасы что стоп а вот и хорошо просто гениально на что что у нас здесь сучки жаль другой ситуации пушки были бы очень даже знатные и так морда офис ты где стоп а трава чувак отравился как мило сектант да еще и пьющий вот в чем беда сектантов они нуждаются лишь деньгах они ввери значит среди тени в шестерке есть их минимум один знаток ядов и итак мы снова продолжаем наше путешествие я немного отлучился теперь я снова с вами ищем наших следующих тени веков точнее их жертв прошлый тени век у нас был искусным знатоком ядов и возможно даже более скрытным чуваком чем сам акира накаяма а акира очень даже профессиональный вояка наемник и просто киллер так ищем 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 кстати возможно у многих возникали проблемы с поиском жертв искать или хранилище по той простой причине что на карте нету многих мест которые вообще должны не быть есть отсутствует пара потайных ходов лазеек и так далее так сейчас мы минуем этих дикарей которыми я не хочу драться потому что и так уже на миле финансовом плане итак доходим теоретически в одном из домиков коттедж для пенсионеров должен быть блендо который хочет убить сальвадора за всех сальли но это же сальли что вы хотите так коттедж для пенсионеров на пандоре пенсионерам вообще быть сложно хотя тики баха еще по этому поводу поспорят так вешенник да и явно это не самоубийство кто-то очень ловкий я в принципе это может быть дело одного человека но я думаю что 6 жертв 6 убийц так гораздо удобнее ученые по имени клеменс криго понятно теса за что мстить ученому которого явно не было друзей потому что гиперлионе сложно иметь друзей не постоянно обманывают спаси свою шкуру о я вижу тут среди тивеников есть и садисты очень большие садисты да знакомый с врачеванием да один киллер он хочет убить зеро в супер а учитывая загадочность зеро я кстати могу предположить так как я играю за майю что зеро вполне мог выполнить и все убийства на то он профессионал кто знает вдруг он один из тени веков а может быть он сам акира на каяма кто знает это будет показано в следующих сериях условия если гербоксы меня поймут да 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 разным лоха найдите нас одну минуточку так я немного тут протупил пошел другую сторону вот собственно тот не указан на карте путь по которым мы можем найти спарки флинта для борьбы со спарки лучше не бит не пытаться его убить пока он с вами разговаривает он бессмертный а вот теперь можно используем захват и используем самое мощное самое хорошо бьющие по площади оружие ну как вы поняли гаральд и спасаемся ситуацию бросанием огненной пиявки гранаты вытягивающие здоровье из противника и как мы видим мы почти неуязвимы зато спарки потихонечку доживает свой век так что подошел практически наш ран бэйби ран концу шесть серий того как мы путешествовали отдыхали на курорте трахен бахен да и мы сейчас возьмем последнее сообщение которое нам кто-то отправил кто неизвестно но возможно там тоже замешана теневая шестерка если конечно это вообще она и вообще это не мы только предположение кто знает кто знает сейчас мы попытаемся вспомнить как отсюда выбираться а ну да в общем для чего лифт существует не знаю скоро ли я вернусь к блогерству потому что создание этих выпусков потратил уйму времени в принципе но я уверен что порадую вас в ближайшие две-три недели новыми видео это уж точно должны быть лилит как игровой персонаж borderlands 2 это должно быть хотя бы одно видео про смещение вселенных в смысле объединения персонажей borderlands и персонажей какого-нибудь фильма или книги или подобного жанра искусства так а сейчас мы не должны попаться туземцам получить на свое сообщение я с вами буду потихонечку прощаться ай-яй-яй-яй-яй-яй не бейте меня не бейте не бейте не трогайте меня ай что пока они тут состоянии захвата я могу попадать с дядей хэмом Да, из всех зол выбирай меньше. Ну что, до свидания!